Благое намерение мэрии реконструировать детский сад жители Постышево восприняли на ура. А после узнали, что территорию хотят увеличить почти в два раза, оставив местных без парка отдыха и тротуаров. По просьбам жителей границы детского сада уменьшили. Однако в сад теперь могут пойти лишь 194 ребёнка вместо запланированных 350. Ни одной дороги нет подъездных путей. Вот одна межкварталка и всё остальное по внутриквартальных дорогах. У нас и так здесь нет парковок. Все дороги и все придомовые территории забиты машинами. А как выставляете, что 350 сюда ещё устремилось? Это просто нереально. Между тем, нехватка мест в детских садах в микрорайоне ощущается остро. Путёвки приходится выдавать в сады, которые номинально расположены в Первореченском районе, но находятся довольно далеко от места, где проживает семья. Также есть много родителей, которые хотели бы отдать ребёнка в сад с полутора лет. Такой возможности у них и не будет. А вот сквер возле сада сохранят. По новому плану детские площадки и подъездные пути перенесли на другую сторону. Жители, видите, как встали в позицию не просто защиты сквера. Они не хотят в принципе никакого развития строительства детского садика. А таким образом земля, которая сейчас де-факто является муниципальной, и которая сейчас не используется, она используется как парк. Она впоследствии может быть размежевана и выдана тому же резиденту под строительство. В этом вся кроется опасность. И хотелось бы предупредить жителям, что такое возможно. Вы не окажитесь завтра в этой ситуации, когда перед вашими окнами выстроится 30-этажное здание. И тогда уже некого будет обвинять в этом. Напомним, детский сад на посты Шевосема существовал еще в советские времена. 30 лет назад его, как и десятки других, отдали в частные руки. Последние годы здание стояло полностью заброшенным. Администрации Владивостока удалось вернуть здание муниципалитету. По требованию жителей детский сад останется в старых советских границах. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом.